Плюс 25% и так несколько лет подряд. В Казахстане по поручению президента страны продолжают повышать зарплаты педагогам. Их размер вырос в прошлом году и будет увеличиваться в течение ближайших четырех лет. На севере страны положительные перемены ощутили уже 16 тысяч педагогов. Команда МТРК встретилась с некоторыми из них. Мною уже принято решение по повышению заработной платы педагогических работников на 25% с января 2021 года. Повышение будет продолжено и в будущем. На эти цели в течение следующих трех лет будет дополнительно выделено 1,2 трлн тенге. Серьезное вложение в будущее страны. 2021 год настал, президентское поручение выполнено. Свои честно заработанные педагоги области уже получили в конце января. С обещанной Касымжимартом Токаевым надбавкой. Мы с вами продолжаем знакомство с умножением. Посмотрите на доску. Можно ли сразу сказать, сколько кружочков мы нарисовали? Учитель начальных классов Елена Беляева дарит связь знаний маленьким петропавловцам уже 35 лет. Профессия дала приличную часть своей жизни, соответственно, хорошо знает все ее плюсы и минусы. К последнему долгое время можно было отнести оплату достаточно непростого труда. Все мы знаем, что работа учителя в стенах школы не заканчивается. Большую ее часть специалисты выполняют дома, а это дополнительная нагрузка. Сейчас, когда группы небольшие, по 15 человек, дежурные группы, получается где-то в окнах проверять тетради. Ну а подготовка к урокам, основная подготовка, конечно, ложится вечером. Вот, конспекты, какие-то дополнительные задания, карточки. Надо отдать должное, что вот уже за два года получается на 50% повысилась заработная плата. Учителя имеют возможность получить доплату за наставничество, за магистратуру, за различные категории, за звания. В России есть куда. Елену Беляеву, а также других ее коллег этот факт очень радует, как и все последние изменения в отечественном образовании. Есть в нем и свои слабые места, например, некоторые учебники и программы, по которым они составлялись. Ошибки в них сейчас находят и устраняют казахстанские эксперты. Педагог-мастер Елена Беляева одна из них. Делает это на добровольных началах, потому что может, хочет и даже как-то находит время для такой работы. Все чаще успешно реализуют себя в преподавании и молодые люди, которые, откровенно говоря, за идею работать не готовы. Им важна стабильность, особенно финансовая. В нашей школе работает 84 педагога, 1209 учащихся. У нас есть лицейские классы, есть общеобразовательные классы. У молодых специалистов есть большой стимул для повышения зарплаты. В прошлом году у нас было 16 молодых специалистов, а в этом году 6, именно после университета. Сейчас в различных учреждениях образования Североказахстанской области трудятся 16 тысяч педагогов. Следующие два года им снова повысят зарплату. Каждые 12 месяцев будут добавлять все те же 25%. Это в будущем. А что еще в их условиях труда изменилось уже сейчас? Впервые в декабре месяце была проведена аттестация директоров и заместителей директоров организации образования. В зависимости от полученной категории они теперь получают доплату в размере от 30 до 100% от должностного оклада. Кроме того, с 1 сентября повышена доплата за проверку тетрадей, за классное руководство. Педагоги, работающие в рамках обновленки, тоже получают больше, впрочем, как и учителя, которые ведут занятия на английском языке. Переработки, связанные с пандемией, им тоже оплачиваются. Дарья Пашмынцева, Жулдазбек Ермуканов, Новости МТРК.